МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор программы – сеть магазинов Автомаркет номер один. Здравствуйте! В студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Суровая статистика. В Амурской области вырос героиновый наркотрафик. Не зная броду, не суйся в воду. В Благовещенске учебный КАМАЗ протаранил иномарку. Разбой в Шимановске. Преступникам предъявлено обвинение. В Амурской области вырос уровень наркотического товара оборота. Об этом сообщается в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. В Амурском управлении ведомства подвели итоги работы за последние 9 месяцев. Несмотря на все усилия полиции по борьбе с запрещенными веществами, с начала 2015 года в регионе вырос оборот героина. Наркотики опийной группы поступают при Амуре из Сибири и Приморского края. Так, за 9 месяцев возбуждено 222 героиновых уголовных дела. Из них 173 по фактам сбыта. Для сравнения, за 9 месяцев прошлого года подобных пыловных дел было заведено всего 163. Вывод очевиден. Опийный наркотрафик растет. С начала года наркополицейские изъяли более 2 килограммов героина. Это очень много. Стоимость такого количества белой смерти по ценам черного рынка превышает 10 миллионов рублей. Борьба с наркотиками продолжается. В субботу, 24 октября, на улице Мухина, недалеко от поворота на Игнатьевское шоссе, произошло ДТП с участием военного учебного КАМАЗа и автомобиля Ниссан Фуга. Машины столкнулись в 2 часа дня. Ниссан двигался по Мухину от Игнатьевского шоссе в сторону Заводской. Обстоятельства и причины аварии пока не ясны. Однако факт остается фактом. Именно водитель военного грузовика не учел дистанцию и врезался в иномарку. Пострадавших нет. КАМАЗ ввиду своих габаритов не получил ни царапины. А вот Ниссану не повезло. Автомобиль значительно поврежден. Сильные деформации задней части. Левую заднюю фару теперь нужно менять. В причинах и деталях аварии предстоит разобраться с сотрудником полиции. Трое жителей Прогресса осуждены за разбойное нападение на магазин. Молодые люди признаны виновными. Преступления молодые беспредельщики совершили весной. Надев маски, они ворвались в магазин и, угрожая кухонным ножом, потребовали наличность. Забрав из кассового аппарата около 20 тысяч рублей, парни скрылись в неизвестном направлении. На их розыск были ориентированы все наружные службы полиции. Когда такое происходит, укрыться где бы то ни было нелегко. Собственно, нашим героям это и не удалось. Следователи установили местонахождение злоумышленников. Преступники были задержаны. Суд назначил наказание двоим из них в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Третьему участнику шайки повезло еще меньше. Три с половиной года он проведет за решеткой, а по выходу из колонии свобода его будет ограничена еще на полтора года. Кроме того, друзья по несчастью должны вернуть украденные деньги. На этом все. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru И помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Только качественные товары для ваших авто в сети магазинов «Автомаркет номер один». Аккумуляторы, масла, автозапчасти, аксессуары и многое другое. «Автомаркет номер один». Мы работаем напрямую с производителями. Улица Кольцевая, 67. Второй этаж.